Действительно, предыдущие опросы общественного мнения показывали разницу в 2% между Камалой Харрис и Трампом. У Трампа было больше на 2% от Камалы Харрис. Если верить последним, ну или относительно недавним опросам общенациональным, то с результатом 44% против 42% большее количество голосов набирает таки Камала Харрис. Да, это все еще в пределах статистической погрешности он составляет приблизительно 3%. Но тем не менее, то есть как и раньше, у них приблизительно одинаковые шансы. Каким образом? Что происходит? Каковы перспективы? И не только об этом говорим с Александром Краевым, экспертом Совета внешней политики «Украинская призма». Александр, рад приветствовать. Да, здравствуйте, добрый вечер вам. Александр, скажите, пожалуйста, без того, чтобы уходить в эйджизм или уходить в сексизм, каким образом можно объяснить, ну, такой достаточно стремительный взлет Камалы Харрис как одного из возможных кандидатов на пост президента Соединенных Штатов Америки? Тут есть несколько факторов. Во-первых, нам нужно учитывать, что она только начала свою программу. И, по сути, сейчас часть демократов, которые все еще были не уверены в том, голосовать им за Харрис или все-таки Байден не будет сниматься, или будут альтернативные кандидаты, они уже понимают, что Харрис практически является безальтернативной. И потому, так или иначе, ее поддержка начинает расти. Кроме того, мы видим очень и очень неплохие результаты в сборе денег для компании. Мы видим, что доноры все активнее к ней приходят. А потому она начинает свой путь к общей федеральной узнаваемости. Она начинает закупать рекламу, она закупает эфирные слоты. И поэтому на сторону Харрис приходят так называемые независимые избиратели. Независимые избиратели, как показывало множество опросов, скорее бы хотели видеть не Трампа или Байдена, а любого третьего кандидата. И вот как раз Харрис сейчас представляет себе этот альтернативный нормальный вариант третьего кандидата, который действительно может привлечь к себе тех, кто ранее вообще не хотел голосовать. То есть планомерно, постепенно, но она все-таки находит не только демократического избирателя, но также находит и независимые голоса. То есть этого было достаточно для того, чтобы сейчас она практически получила одинаковые шансы с Трампом на победу, если вдруг она действительно будет представителем демократов на этих выборах. Да, на самом деле ситуация такова, что опросы еще в начале избирательного цикла, опросы, которые делали и Reuters, и Pew Research, они показывали, что более 66% американцев не хотят ни Трампа, ни Байдена. Это так называемые дабл-хейтеры, которые, конечно же, проголосуют в конце концов по партийной линии, но если им презентовать кого-то альтернативного, особенно имеющего опыт, который был хоть немножко на слуху, который хоть немножко себя как-то проявил, они действительно будут голосовать за этого третьего кандидата. И вот в этом случае Харрис как раз и стала такой успешной ставкой демократической партии. Она представляет как раз вот этот запрос на новое молодое лицо американской политики, и потому да, абсолютно было ей достаточно просто не носить фамилию Байден или Трамп. Окей. Есть еще кто-то от демократов, кто может стать кандидатом на пост президента? Ранее шли разговоры про губернатора Калифорнии Гевина Ньюсома, говорили про министра инфраструктуры Пита Бутиджеджа. Некоторые говорили даже об Элизабет Уоррен как лидерке прогрессивных демократов. Но мы увидели, что буквально за последние 36 часов и Бутиджедж, и Уоррен, и многие другие демократы, которых также называли как возможных кандидатов, уже официально поддержали Камалу Харрис. В принципе, я не удивлюсь, если Ньюсом также скоро скажет про свою поддержку ее номинации. Выглядит так, что планомерно мы все равно приближаемся к тому, что безальтернативно это будет Камала Харрис, и партия сплотится вокруг нее, не имея какой-то серьезной внутренней оппозиции. Как считаете, более-менее определились с тем, кто может быть вице-президентом, в случае, если кандидатом на пост президента станет именно Харрис? Вот с этим как раз есть небольшая проблема. Пока что мы видим, если не ошибаюсь, последний раз это был список в 10 имен, начиная с сенаторов, заканчивая представителями бывших демократических администраций, заканчивая советниками, которые работали вместе с Байденом. Пока что у нас нет четкого понимания, кто имеет самые большие шансы. Конечно, очень много моих коллег, американских в том числе, называют сенатора Шапиро, точнее, конгрессмена Шапиро, как потенциального вице-президента для Камалы Харрис. Но, опять-таки, давайте дадим госпоже Харрис немножко времени. Она меньше двух суток, как ее объявили потенциальной номинанткой, она уже поставила рекорд по сбору денег на компанию. Пока что она действительно не успела еще собрать свою команду и представить ее. Потому что кроме вице-президента нам нужно понимать, что она должна выставить министра обороны, госсекретаря, она должна представить советника по вопросам нацбезопасности. И действительно нужно собрать свой штаб. Пока что она действительно чисто физически не успела этого сделать. Поэтому придется немножко подождать. В украинском языке есть такое выражение «несеться». Так вот, все несется действительно настолько динамично. Поэтому наблюдаем с огромным интересом за происходящим в Соединенных Штатах Америки. Тем временем в Financial Times появилась статья, согласно которой Байден, скорее всего, сейчас сосредоточит усилия на Израиле и Украине. Для того, чтобы, как сказано в статье, закрепить достижения на внешнеполитическом уровне, на внешнеполитическом поприще. Как считаете, какова вероятность, что будет происходить именно так? На самом деле, сейчас может произойти что угодно. Потому что 2024 год, он реально не перестает удивлять. Он реально не перестает насыпать нам каких-то нововведений. Вот как мы увидели даже с выбором Камалы Харрис. Как мы увидели с тем, какие изменения вообще претерпевается компания. Понимаете, мы сейчас на том этапе избирательной гонки, когда некоторые эксперты говорят, что, возможно, следует ожидать даже замены в стане республиканцев. Возможно, замены не вице-президента, возможно, точнее, замены не кандидата Трампа. Каких-то внутренних изменений, скажем, лидерства в Конгрессе или лидерства самого партийного. Но так или иначе, сейчас и республиканцы, и демократы поняли, что любые изменения, любые нововведения очень хорошо играют на избирателя. Что после тех дебатов двух старожилов американской политики стало понятно, что нужно концентрироваться на чем-то новом. И если уже говорить, кстати, о дихотомии внешняя и внутренняя политика, ну, так или иначе, сейчас как раз тот период, когда обе партии должны сконцентрироваться на внутренней политике. Внешняя политика всегда была вторична для выборов, но прямо сейчас для того, чтобы Трампу удержать остатки своего лидерства, а Харрис, наоборот, проявить себя перед американским зрителем, перед американскими избирателями, придется заниматься вопросами абортов, вопросами миграции, вопросами границы. А уже Украина, Тайвань, Израиль, это уже ближе к самим выборам, мы увидим на следующих дебатах. Да, ну это такая честная часть вот этой политической борьбы. Есть еще нечестная или даже грязная часть политической борьбы. Помните, совсем недавно Fox News, который не раз был замечен в, мягко говоря, симпатиях к республиканцам, а конкретно к Трампу, опубликовал информацию, или начали ведущие Fox News говорить о том, что им необходимо получить доказательства того, что Джозеф Байден жив, поскольку он давно не появлялся на публике. Есть уже первое появление Джозефа Байдена после того, как ему поставили диагноз COVID, обнаружили у него COVID. Он впервые появился на публике, особо не общался с журналистами, но вот Джо Байден жив, видимо, уже на пути к выздоровлению. Сказал, что чувствует себя хорошо, но больше особо не общался с журналистами. Тем не менее, поднялся по трапу самолета и отправился туда, куда планировал лететь. Но если хотели доказательств Fox News, они получили эти доказательства. С другой стороны, нужна настолько грязная игра, настолько разгонять дезинформацию относительно смерти Джозефа Байдена или возможной смерти Джозефа Байдена. Они умеют, и умеют они в конспирацию, это мы видели. Не понимая, почему Такера Карлсона уволили с Fox News, если все остальные ведущие там, ну или множество из них продолжают гнуть ту же линию. Окей, как считаете, для Украины, я понимаю, выбор все равно за американцами, для Украины Камала Харрис как кандидат от демократов, хорошо или плохо? Если можно коротко. Если коротко, мы не увидим каких-либо особых изменений от политики Байдена. Ну просто физически у штаба Харриса, у самой Харрис, не будет возможности сформулировать некую кардинальную новую доктрину. Но это будет Байден с большей инициативой, это будет Байден помоложе, и это будет действительно воплощение тех же принципов, но немножко более активно. То есть для Украины, скажем так, это скорее плюс, чем минус. Все, поэтому внимательно следим за развитием событий. Александр, спасибо большое. Александр Краев, эксперт Совета внешней политики «Украинская призма», присоединялся к нашему эфиру. Продолжение следует. Спасибо.